Доброе утро, Полтава! Сегодня у нас в гостях такой известный человек в соцсетях Андрей Приходько. Здоровайся, желай подолчанам. Доброе утро, доброе утро всем. Что-то хорошее? Желаю, чтобы понедельник был ударный. Ударный понедельник и ударная неделя. Андрей, сегодня я позвал тебя вот по какой причине. Знаю точно, 10-11 числа ты организовываешь какое-то мероприятие. Расскажи о нем, что это будет. Это будет финал национальной серии Украины по тайм-атаку, Лтава-атак серия. Это разновидность кольцевых гонок, но в которой участники едут не друг против друга в контактной борьбе, а соревнуются с секундомером. По времени? Да, по времени. А где это будет происходить? Это будет проходить на Комарова-11 из ТК Лтавы. А 10 сентября у нас будет впервые такое в истории города. Это выставка пилотов и их автомобилей на ТРЦ Киеве в 7 часов вечера. И пресс-конференция. Это впервые в истории дисциплины пресс-конференция пилотов. Сколько еще существуют подобные мероприятия в плане гонок? Именно Лтава-атак существует 4 года и в этом году она приобрела официальный статус национальной серии. Полтавчан много будет принимать участия? И кто еще зарегистрировался? Вообще едет вся Украина, потому что у нас Полтава очень хорошо географически расположена, а полтавчан пока что принимают четверо участия. А вообще с Украины какие города, какие области? Все, со всей Украины. Из Киева, из Харькова, из Днепра очень много. Даже Одесса едет. Западно. Вот реально каждый город приезжает. Среди полтавчан были до призеров? А, кстати, очень интересно. У нас полтавчанин сейчас, то есть по регламенту мы проводим 5 этапов, все проходят в Полтаве. А чтобы победить в рамках серии, нужно победить в 3 этапах. Вот. Полтавчанин Дима Белогубцев, он уже занял досрочно, то есть после третьего этапа уже первое место в самом топовом классе АВД и в классе суперспорта. То есть вот полтавчанин у нас уже победитель. На чем он ездит? На чем он ездит? Это сынная такая машина? Нет, черная. Черная. Черная вся в наклейках. Какие еще у нас самые интересные машины принимали участие, на твой взгляд? Ну, из полтавчана есть у нас колоритный Мерседес, такой АМГ белый, очень красивый, и Audi TT. А вообще приезжают, ну, по крайней мере для меня нравится, потому что технический вид спорта, когда люди строят автомобиль непосредственно под эту дисциплину. То есть этот автомобиль не передвигается по дорогам общего пользования, его привозят на Лафете, его спустили, он поездил там внутри трубы безопасности, каркас безопасности. У автомобилей есть какие-то ограничения же, я думаю, да? Да, ну, чтобы уравнять шансы, автомобили делятся на пять классов. Три монопривода, то есть без разницы, задняя или передняя ось ведущая, и два полных привода. Так вот, полный привод делится на автомобили с ограниченным количеством доработок, то есть нельзя ставить спортивную подвеску, спортивную резину, и облегчать салон или там все снимать, устанавливать пластиковые детали, облегчать вес. То есть чисто гражданский автомобиль. И класс суперспорт, в котором можно все. Все, спортивная резина, спортивная подвеска, спортивное топливо. Ну, это просто называется сейчас просто народе корчим. А сколько таких машин будет суперовых? Ну, таких на данный момент я насчитал шесть. И пока шесть. Их в Украине просто очень мало. Потому что это очень дорогое удовольствие. Ты сам гоняешь? Ну, я пробовал, но... Более организационно. Мне больше нравится организовывать, да. Потому что, ну, именно в этой дисциплине надо очень много работать над собой, над руками. Я, например, не могу так, ну, постоянно монотонно чем-то одним заниматься. Я тут побежал, там побежал. Мне и так более... А где ребята тренируются в основном, занимаются? Есть ли места? Вот в этом, кстати, вся беда. Потому что в Украине, именно если говорить про Украину, таких мест всего три. И вот внимание. В Одессе это просто заброшенная дорога. В Киеве это автодром Чайка, который там 90-го года планировки. И на нем сейчас делают люди своими силами реконструкцию. И вот в Полтаве картодром. Вот, кстати, картодром тоже, ну, надо уже реконструировать. Там амортизация асфальта идет. Причем она идет, потому что, ну, зимы постоянно, то есть трещины, все. Но если, конечно, город или наши власти не возьмутся за реконструкцию, то мы просто потеряем такой хороший картодром. Это единственный, получается, остров в Украине. Да, да, да. Ну, на данный момент я знаю, что картодромом активно опикается такой человек Юрий Кривошеев. Это серьезный бизнесмен. Он хотя бы в силу своих возможностей очень сильно туда помогает. У меня еще такой вот вопрос о гонке. Все-таки это техника. Бывают разные ситуации. ДТП насколько часто случается? Где-то там не влетел, не вошел в поворот. Ну, у нас это не ДТП, а не справился с управлением больше. Кстати, вот тоже хотел бы сказать, что почему Ултава очень популярна. Потому что она, во-первых, очень правильно сделана. У нее есть доступные зоны вылета. То есть, в случае, если вы не попали в поворот, это если была бы столичная чайка, там сразу отбойник. То есть, закончился асфальт, сразу отбойник. Вы попали в отбойник. И ты, да, машину. То вы просто съехали в траву и вернулись обратно на трассу. То есть, максимум ничего сложного. Во-вторых, у вас нет контактной борьбы. На трассе находятся сразу два участника с интервалом 30 секунд. То есть, это полкруга. Даже если он в кого-то упирается, на трассе находятся опытные маршалы, которые просто флагом сигнализируют, что нужно сбросить скорость, и дождаться там 30 секунд. И тогда ехать. То есть, таких, ну, случаев жестких нет. И все ограждено. Доступа зрителей нет. Зрители могут находиться на стационарной большой трибуне, которая с навесом в тени. Просто шикарно. Вход зрителей будет платный? Бесплатный. Бесплатный. Мы за развитие автоспорта, поэтому вход бесплатный. Ну да, все, в принципе, сейчас желающие могут... Сколько всего машин зарегистрировалось на данный момент? 74. 74 машины. То есть, шоу будет? Шоу будет, но особенность дисциплина в том, что участнику нужно ехать максимально точно и аккуратно. То есть, без заноса с носа в задней оси, но всегда бывает так, что... То есть, если снесло, то... Потерял время. Нет, время потерял. Время просто, да. И вот в многих классах, например, сейчас идет... Мы называем это заруба за сотые секунды. То есть, едут все аккуратно, 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 и показывают там секундомеры, например, 53.14 у первого участника, а у второго 53.17. Вот. И... Интересно. А почему именно начал заниматься организацией таких мероприятий? И чем еще занимаешься по жизни? Я не знаю. У меня как-то в 2009 году свела судьба познакомиться с организатором Adrenaline Fest, а тоже у нас в Полтаве было такое масштабное событие. Мы тогда поездили по всей Украине, но это был драгрейсинг по прямой езды. А потом как-то параллельно мы с ребятами с автоклуба с драйва решили поехать покататься по картодрону. И вот что-то после этого... Сначала мы поездили, потом пригласили знакомых, потом решили друг друга позасекать, потом другие знакомые приехали, потом мы организовали небольшое уже соревнование, потом вот так пошло-пошло-пошло с Нижнимком, и вот теперь есть уже такая дисциплина. Молодцы, значит, этого. А вообще чем еще по жизни занимаешься? Расскажи немножко о себе. По жизни сейчас... У меня сын родился, гуляю с ним, вращу его и работаю. Увлечения какие-то, хобби еще. А вот это и есть основное хобби – организовывать спортивные мероприятия. Много времени занимаетесь? Ну, смотря как организовать процесс. Например, сейчас вот эта непосредственно дисциплина и эта гонка, она уже, я ее организовал еще до середины сезона. То есть я наперед подал документы, я со всеми составил договоренности. Поначалу, в начале сезона было сложнее, то есть в начале сезона такой надо толчок, да. А более такие масштабные гонки, ну, не масштабные, я бы сказал, а дистанционные. Например, это как зимнюю серию мы тоже проводили, контраварийная подготовка, называлась «Ново так серия». Там сложнее, потому что зима у нас такая непредсказуемая более. Надо туда поехать, посмотреть, уехать, договориться, привезти опять людей, заказать трактор. Вот это, ну, тут больше таких связующих. А так не особо много. Вот видишь, какие хорошие, полезные вещи у нас. Погода влияет, говорят. Погода. Начнем с погоды. Сегодня 28 максимум, завтра 27 максимум. Завтра, может быть, слегонца где-то брызнет дождик, но это не самое страшное. Но все равно падение температуры уже после этих двух дней идет ощутимо. Будет дальше 22 и меньше. Андрюша. Ты отдохнуть успел в этом году где-то съездить на моря, нет? Нет. На речке хотя бы обывал? То есть на тебя не влияет даже то, что будет. У нас асфальтовый загар. И вопрос сразу же музыка. Какую любишь музыку? Что бы хотел сегодня услышать? Меломан. Люблю все, но не тяжелое. Ну, назови какую-нибудь группу, которая сегодня сопровождена. Сейчас вот включаешь радио и едешь, что играет. Иногда даже, ну, не слушаешь. То есть главное, чтобы приятный мотив был и все. Сейчас, а, все, скажу, дипешмод. Вот. Последнее, что я слушал дипешмод и ело. Вот что-то мне в начале, в середине недели прошлое, я почему-то вспомнил. Все равно старики мои. Все равно. Всегда, так видишь, все-все-все слушают. Ну что, хорошей вам недели. С понедельником. Хорошего дня, хорошей недели, хороших выходных. На встрече 10-11 числа, чтобы у нас не было очень холодно и не было дождя. Потому что тогда будет шоу. Ну, я сегодня смотрел, погоду не обещает дождь. Но главное, не забываем все-таки на выходных. Будет шоу, красивое шоу. И мы надеемся, что это шоу будет. Берем детей, берем друзей, идем смотреть на красивые машины. Красивые, быстрые автомобили, да. Не забываем пристегиваться, когда едем по городу. И соблюдать рядные сдержания. И красный свет, это все-таки красный свет. Всем доброго утра. Пока-пока.